Это психологически стало тяжело всё выдерживать. А кому я это говорю? У меня не 100, я хотела 100. Я возвращалась домой просто в слезах. Можно действительно сдать на 100 баллов. Не так прочитала аминокислоты, чтобы они такие, ааа, что это такое? Всем привет! Наконец-то я начинаю снимать серию роликов о том, как я готовилась к ЕГЭ 2024 года. На моём канале уже выложен влог со сдачей всех экзаменов с моей реакцией, с моими результатами. Там вы можете ознакомиться с своим процессом сдачи экзаменов. А сегодня я расскажу вам, как я готовилась к такому предмету, как химия, и как я сдала химию на 100 баллов. Если честно, я была этому безумно рада. Это было для меня такое немного неожиданное событие, потому что, спойлер, я не писала ни один пробник на 100 баллов, ни в 11 классе, ни в 10 классе. И поэтому у меня была такая реакция. Раз, два, три. Ребята, что у меня 100? Итак, давайте начнём с самого начала. Химия основательная именно к ЕГЭ по химии. Я начала готовиться с 10 класса. В 9 классе я сдавала ОГЭ по химии и биологии, то есть у меня уже был опыт взаимодействия с этими предметами. Все ОГЭ я сдала на пятёрки, в том числе русский и математику. И думала, что уже сейчас я хорошо напишу пробник по химии. Но нет, это было не так. И самый первый пробник по химии я написала на 27 баллов из 100. Да, возможно, это не самый худший вариант, но при этом я удивилась. Я думала, что я напишу хотя бы наполовину, но мне пришлось разочароваться и понять, что мне стоит работать над моими химическими знаниями. В 10 классе я записалась на годовой курс химфакс Екатерины Строгановой. Мне очень нравится этот преподаватель. Я благодарна Кате за свои баллы, за эти два прекрасных года подготовки. Узнала я о Кате из Ютуба. Я увидела, как она разбирала до срок 2022 года, как она ходила на до срок и разбирала вариант. Я думаю, боже мой, какая прекрасная и умная девушка. Надо с ней готовиться к ЕГЭ. До этого я хотела пойти в другую онлайн-школу, но я о ней очень мало чего знала. Поэтому передумала. Итак, летом перед 10 классом я записалась на годовой курс химфакс. На самом деле, меня не пугало то, что этот курс рассчитан на 11 класс, потому что я понимала, что все будет проходиться с нуля, и это действительно было так. Поэтому, если вы переживаете, что в онлайн-школе нет отдельного курса для 10 класса, не переживайте. Ведь для 11 класса тот же самый курс, в котором все проходится с нуля, и вы все успеете, вы все поймете, даже если вы идете только в 10 класс. В чем плюс подготовки с 10 класса? Я была уверена в своих 90 плюс на экзамене. Да, 100 это, конечно, не гарантия, никто не может гарантировать вам сотку на экзамене, потому что это совокупность факторов. Но 90 плюс можно гарантированно забрать, если готовится год или два года. Я готовилась два года, потому что мне в целом нравилась химия, и я хотела 100% забрать высокий балл на ЕГЭ. Я не могу сказать то, что моя подготовка в 10 классе была очень сложная. Нужно было просто выполнять все задания, ничего не забывать. Я старалась не терять жизни, редко переносить домашние задания. Но я очень мало времени уделяла 34 задачи в 10 классе, потому что она у меня не получалась. Я просто постоянно переносила дедлайн на нее и думала, все, ничего страшного. Потом я когда-нибудь научусь ее решать, у меня же еще есть 11 класс. Я не советую вам так делать. Лучше начать готовиться к 34 задачи заранее, чтобы избежать паники в 11 классе из-за того, что у вас вообще не получается ее решать. К концу 10 класса у меня начали получаться прототипы 3-4 задачи на электролиз. Я немного подуспокоилась и продолжила работать с этой задачей, чтобы быть уверенной в том, что я решу ее на экзамене. Балл за пробники по химии рос у меня достаточно быстро, во время учебного года. То есть к марту я писала уже на 70 баллов, а когда закончилась весна, у меня было и 80 баллов, и 90 баллов. И когда я прорешала пробник с основной волны 2023 года, мне, во-первых, этот год показался очень приятный, очень все было понятно. 3-4 задача была достаточно легкая по сравнению с 2021 годом, 2020 годом. На сайте Степенина, это, кстати, еще одна из моих рекомендаций, вы можете найти варианты прошлых лет. Там я нашла как раз-таки варианты основной волны 2023 года, прорешала несколько штучек. И там у меня были баллы 85, плюс 82, 90, 97. Вот самый высокий балл у меня был как раз-таки за основную волну 2023 года. Это 97 баллов, то есть до ЕГЭ я не набирала даже 99 баллов. Всегда у меня было от 80 до 97. Несмотря на то, что я сказала вам, то, что у меня была достаточно лайтовая подготовка в 10 классе, все же я очень много чего узнала. Я закрыла свой гешталь с органической химией. У нас очень плохо преподавали ее в школе, я ее совсем не понимала. И когда она началась у нас как раз-таки зимой, я просто стала каким-то жестким мегамозгом, потому что мы быстро прошли органику, которая в школе растягивается на целый год. И я просто могла спокойно в школе писать самостоятельно, без списывания, могла спокойно отвечать на уроках. То есть все это тоже шло мне в плюс, и мне намного легче стало учиться и активничать на уроках химии. Ну вот, прошел 10 класс, я порешала пробники с ЕГЭ 23 года, и надо было уже думать, как готовиться к ЕГЭ в 11 классе. В 11 классе подготовка стала немного такая hard, но из-за того, что у меня уже было очень много химических знаний, я понимала то, что мне не нужно заниматься химией, как биологией, постоянно очень много и так далее. Уроки были три раза в неделю, при этом в начале, в самом начале года я вообще не смотрела вебинары, я просто делала домашние задания, потому что я все знала. То есть действительно, химфака одного года в целом хватает на то, чтобы писать на высокие баллы. Но зато я закрыла свои другие гештальты, когда я, например, неорганическую химию не до конца подробно проходила, я ее прошла более подробно в 11 классе, и таким образом я закрыла какие-то пробелы в своих знаниях. Также органику, я ее обычно не смотрела, саму теорию. Я сразу решала домашние задания, решала сложный уровень домашних заданий. Мне очень нравится то, что задания разделены по уровням, то есть вы можете сделать обязательный уровень, а можете еще сделать сложный, чтобы посмотреть на различные типы заданий, отработать их, и чтобы на ЕГЭ для вас ничего нового мне показалось. Состав курса подразумевает то, что вы приходите туда с нуля, и вам сразу начинают закладывать такие бубинные знания, чтобы на этот фундамент уже накладываться органику, неорганику и так далее. Сначала проходится общая химия, это базовые темы строения атома, степени окисления, валентность и так далее, чтобы вы могли решать уже какие-то задания из хима, но, конечно, пока на вторую часть заглядываться вообще не стоит. Позже, наверное, ближе к ноябрю, начинается база по неорганической химии, вы проходите химические свойства оксидов, металлов, неметаллов, гидроксидов, солей. То есть такую некую базу, которая вообще должна быть у вас для ОГЭ, если вы его сдавали, но если нет, то вы это быстро проходите, и в целом ничего сложного тут нет. Зима посвящена органической химии, проходятся все классы соединений, химические свойства, и вы уже можете решать задания из второй части. А потом идет углубление неорганической химии, когда вы уже отрабатываете все сложные задания, а потом уже финишируется курс, вы идете на ЕГЭ и сдаете на высокие баллы. Это я вам, конечно же, рассказала про курс, на котором я обучалась, но все же я могу вам с чистой совестью его советовать, потому что я занималась на курсе Кате два года, и, несмотря на это, мне не было скучно второй год, просто я нашла себе другое занятие, помимо просмотра вебинаров, я просто очень-очень много всего решала. Под конец года я тоже стала смотреть вебинары по неорганике, опять же, потому что у меня были некоторые пробелы по ней. Что касается самостоятельной подготовки и сайтов, которые я могу вам посоветовать, это, конечно же, сайт Степенина, там собрано большое количество заданий. Когда вы научились решать определенные задания, вы можете отрешивать задания там, потому что там их огромное количество, разнообразие, в общем, практика отличная. Также на ютубе Кате вы можете найти огромное количество бесплатных вебинаров, по которым вы тоже получите новые знания и повысите свои баллы. Но, как по мне, все же какой-то курс стоит купить по химии, потому что я не представляю, как бы я готовилась самостоятельно. Несмотря на то, что в химии не так много теории, как в биологии, все же нужно рассматривать разнообразные реакции, мыслить широко, и не ограничиваться какими-то реакциями, которые записаны в учебниках. То есть просто выизобрить химию, к сожалению, не получится. И тут мы уже можем перейти к советам. Первый совет — это, конечно же, не изобрить химию, потому что это не что-то, что можно просто выучить, пойти на экзамен и написать на 100 баллов. Нет, нужно, опять же, развивать мышление, рассматривать различные виды реакций, чтобы мыслить широко, и на ЕГЭ вас ничего не испугало. Также что я могу посоветовать делать прямо перед ЕГЭшкой, когда до нее осталось две недели, неделя. Я все-таки советую отложить вам немного другие экзамены, то есть, да, чуть-чуть подзабить на них. Если вы готовились на протяжении всего года, все будет хорошо, и никак это не повлияет на ваши баллы. Перед химией я очень-очень много решала заданий. Я решала задания первой части, я решала задания второй части. Как вообще отработать навык внимательности, как не делать глупые ошибки в тесте? Вам стоит просто очень-очень много всего прорешать и отработать свои ошибки. Кстати, прямо перед экзаменом я брала также мясорубку, чтобы, опять же, быстро вспомнить все, что я делала на протяжении этого года, закрыть какие-то, опять же, пробелы, если они все-таки были, и порешать, порешать очень много заданий. Опять же, такая гиперфиксация на химии мне помогла, и я смогла решить задания без ошибок. Что касается 34-й задачи. Тут вообще очень интересная ситуация. Мне попалась примерно такая же задача, которую я решала на экзамене за 2, может быть, за 3 дня до экзамена. Я просто решила решать очень-очень много 34-х задач, чтобы ее точно победить на экзамене. И в итоге растворимость, просто различные виды растворимости. Вот в 23-м году была растворимость, в 34-й задачи в нашем году тоже была растворимость, но тут, наверное, больше на осадок. Опять же, знаю, что были еще какие-то другие типы. Короче, 24-й год какой-то интересный, разнообразный, прикольный. Поэтому перед экзаменом я советую вам вспомнить все прототипы 3-4-х задач, чтобы на экзамене сориентироваться, даже если это будет какой-то новый прототип, который вы раньше не решали. Там будут примерно те же микротемы, за которые вы сможете зацепиться, раскрутить задачу и решить ее на максимальный балл. Также существуют задания, которые работают на отсев учеников. То есть это такие сложные задания, в которых вы можете допустить ошибку, и это у вас заберет 1 балл, 2 балла и так далее. Такие задания просто лучше просмотреть во время учебного года, обратить на них внимание, возможно, занести в какой-то свой блокнот сложных заданий и вернуться к ним как раз-таки перед экзаменом, чтобы если вам вдруг повезет, и вам попадется это неприятное задание, то вы все равно сможете с ним справиться. Также совет для стобальников будущих, кто хочет написать на 100 баллов. Первое — это, пожалуйста, отпустите мысль о том, что если вы не наберете 100 баллов, то это конец света. Да, конечно, услышите это от человека, который набрал 100 баллов и не видел обратной стороны, это, возможно, немного странно, но сейчас, вот переживая все это, я понимаю то, что, ну, даже если бы у меня не было 100 баллов, это не стоило бы моего здоровья, это не стоило бы моих нервов, которые я бы потратила на груз после того, что я поняла, что у меня не 100. Когда я вышла с экзамена, я думала, что все у меня не 100, потому что я выбрала интересный вариант в 30-м задании. Подробнее про это уже было в моем Телеграм-канале, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, и 23 мая я как раз-таки рассказывала про это задание. Можете отлистать и посмотреть мою реакцию, вообще что там происходило. Нужно просто перед экзаменом, перед самим экзаменом договориться с собой, то, что вы идете, допустим, не за соткой, не только за соткой, но вы идете за 90+, а дальше как получится, как сложится вся ситуация, потому что вы поступаете по сумме баллов. Конечно, красиво увидеть трехзначное число на госуслугах, порадоваться вместе со всей семьей, но все же здоровье — это превыше всего, и ваше эмоциональное и психическое состояние тоже. Также сотка — это совокупность факторов, поэтому в этот день, если вы все уже решительно идете именно за трехзначным баллом, вам стоит настроиться максимально, также во время экзамена нужно сконцентрироваться, нужно просто работать на максимум. Это ваш последний вариант, вы должны перепроверить его тысячу раз. Как работала я? Сначала я пришла за час, полный час, я прорешала всю первую часть, всю вторую часть, то есть я прорешала весь вариант за час. Потом я начала, после того, как я закончила вторую часть, я начала перепроверять первую часть, перерешивать ее, несмотря на мои ответы до этого. То есть я их просто ручкой закрывала, решала еще раз и сверялась. Если у меня где-то расходилось, я проверяла себя, но, спойлер, с первого раза я решила все правильно. Но это не значит, что перепроверять не стоит, перепроверять точно стоит, потому что в тесте это самые обидные ошибки, которые вы можете совершить. После того, как я проверила свою первую часть, я приступила ко второй части, я начала прорешивать ее еще раз. 29-е я решила достаточно быстро, это ОВР-ка. 30-е задание, я над ним как раз таки думала, я рассмотрела два вида реакций. Одну такую, ну, простую, которую задумывали составители, а другую, усложненную. Я все время думала, что же мне выбрать. У меня у одной было выделение газа, у второй было выделение осадок. В задании ничего не было написано про признак реакции, из-за чего я так и думаю. Приплыли, что делать, что из этого действительно подходит. Да, и такое может быть на ЕГЭ, но мы не все засчитали. Засчитывали два вида реакций. Конечно, к сожалению, некоторые ребята мне писали, что им не засчитали, что им пришлось идти на апелляцию. Но все же мне кажется, что если вы придете на апелляцию, если вы докажете это, свяжетесь с вашими учителями, они вам дадут решение того, почему именно эта реакция проходит, почему она правильная, то все будет хорошо, вам засчитают и вернут ваши баллы, если не сразу, так на апелляции. Но, конечно, лучше всего выбирать сразу очевидный вариант. Иногда это бывает достаточно сложно. На моем примере, как видите, да, для меня это было в особенности тяжело, что я выбрала самый такой, ну, не подходящий вариант. Я выбрала вариант с выделением газа. То есть первое тоже было достаточно лайтовое. У меня там совпала последняя реакция, с реакцией, которая была отображена в 19 номере на степени окисления. То есть из первой части я могла буквально переписать эту реакцию, и все, плюс балл. 32-ое тоже было несложно. Оно вроде бы было на аминокислоты или амины. В любом случае, эти классы очень любят пихать, потому что все уже привыкли к кислородсодержащим, к углеводородам. Поэтому сейчас мы пихаем им амины, аминокислоты, чтобы они такие, ааа, что это такое? Поэтому не забивайте на различные классы органических соединений. Это все очень важно. Нужно, чтобы вы были готовы ко всему. 33-е задание было базовое, с Дальнего Востока, представляете? Некоторым ребятам попалось прям такое, точь-в-точь с Дальнего Востока. Мне попалось немного другое. У меня просто был углеродный скелет немного подлиннее. Но на самом деле, это вообще не отобразилось как-то на моем решении. Я с утра увидела, как это буквально решать. Я, конечно, знала. Я думаю, я бы догадалась и так, если бы я не посмотрела. Но в любом случае, это подарило мне, во-первых, уверенность, и это подарило мне спокойствие на экзамене. Поэтому смотреть или не смотреть Дальний Восток, я бы посмотрела. Не стоит что-то повторять перед экзаменом прям с утра. Стоит просто посмотреть Дальний Восток, успокоиться и понять, что это база базовая, и что у вас будет то же самое. Вы тоже все решите, и все будет хорошо. 34-я задача, как я уже сказала, попалась мне примерно такая же, как я решала несколько дней назад. Я ее решила несколько раз, несколько раз перепроверила, и поняла, что, ну, все. Тут мне уже стоит сидеть спокойно на экзамене, проверять первую часть, еще раз проверять вторую часть, чтобы точно не было никаких ошибок, но я уже понимала, что я сделала все, я решила все, то есть, скорее всего, все правильно, если я не допустила какую-то ошибку в тексте, не так прочитала, поэтому я стала пересчитывать еще условия заданий, это тоже достаточно важно, если у вас остается время, читайте условия заданий, мало ли, там вам что-то подсунули интересное. Кстати, я видела, как сдавал экзамен один из преподавателей с другой онлайн-школы в резервный день, у него там была интересная формулировка в 33-м задании, из-за того, что он не понял, он написал, по-моему, другую формулу структурную или молекулярную формулу не ту, и, короче, у него слетел один балл, поэтому в задание тоже вчитывайтесь, это очень важно. Химия — это действительно один из немногих экзаменов, которые можно действительно сдать на 100 баллов, можно поставить себе такую цель, можно действительно к этому стремиться, но несмотря на то, что действительно реально сдать химию на 100, это достаточно коварный экзамен, в котором можно сделать, наделать различных ошибок, поэтому готовьтесь на совесть, готовьтесь долго, готовьтесь качественно. Год — это минимум, два года — это просто супер, как видите, у меня получилось забрать мою заветную соточку, которую я так хотела, которую я так желала, которую я видела в мечтах, и как мотивация вам такая, не переживайте, если вы пишете сейчас не на 100, если вы ни разу не написали на 100, у вас есть все шансы на экзамене, и я тому пример, даже если вы ни разу не писали пробник на 100, у вас всё может получиться. Я лично советую вам заниматься Екатериной Андреевной на годовом курсе химфак, чтобы забрать свои максимальные баллы за этот экзамен. Кстати, начинала я свою подготовку с бесплатных видеоуроков, ссылку на которые вы сможете найти в описании. Какие вообще эмоции у меня были после сдачи химии? У многих ребят, которые шли на первый экзамен с хорошим настроем, настроение после химии ухудшилось, начали находить различные ошибки, понимали то, что у них балл всё понижается и понижается, их ожидания ломались и, соответственно, настроение ухудшалось, поэтому у меня тоже немного понизилось настроение, я возвращалась домой в истерике, потому что думала, что за 30 задания мне ничего не зачитают. Если честно, я обычно реагирую на всё достаточно спокойно. Всё же, когда вы находитесь в сосуме, когда вы обитаете в обществе, это общество некоторое влияние на вас всё же оказывает. И вот в моём случае мне это психологически стало тяжело всё выдерживать, я возвращалась домой просто в слезах, потому что у меня не 100, я хотела 100. В итоге, пожалуйста, не строите никаких догадок, старайтесь не проверять ничего, на кому я это говорю. Я проверяла всегда, кроме биологии, свои ответы, потому что вот мне хотелось узнать, правильно у меня там всё или нет. Поэтому просто постарайтесь, ну, поменьше смотреть, поменьше проверять и так далее, чтобы, ну, было меньше негативных эмоций, было меньше истерик, расстройств и так далее. Постарайтесь поддерживать ребят, которые расстраиваются из-за этого, но при этом не пропускать всё через себя, потому что всё же будет тяжело это всё переносить, это всё грусть после сдачи ЕГЭ. Ожидание результатов, конечно, мучительное, долгое, болезненное, но всё нормально. Нам приходил результат в первую из официальных дат, то есть есть дата там проверка-проверка, и потом идёт три даты, по-моему, это три дня подряд, вот, и в первую дату нам приходил результат. То есть мы писали 23-го, нам пришло 4-го июня. Результаты приходят достаточно быстро, мы узнали результаты где-то в час, где-то в 12, то есть достаточно рано. Это было приятно. Получить результаты не в час ночи, а быстро заходишь на наш региональный сайт, видишь, такой прикол. Ещё, кстати, в конце года после получения результатов меня позвали на подкаст, где мы рассказывали про свою подготовку по химии, делились с Катей всем своим пройденным путём, это был тоже очень классный опыт. В целом у меня получился не особо структурированный рассказ, но я сказала всё, что я хотела вам сказать. Самое главное — это готовиться на совесть, работать, и всё, ребят, воздастся. Всё будет хорошо, если не 100, будет 90+, результат. В любом случае, работайте на свой личный максимум, никогда не смотрите на других людей, не сравнивайте себя с другими, потому что вы у себя одни, вы личность, вы индивидуальность. Вы человек, который не похож ни на кого другого. Идите только по лично намеченному пути, и всё у вас будет, и всё у вас получится. Я буду стараться пройти на кураторство в какую-либо из онлайн-школу, если у меня получится. Об этом я буду сообщать в своём Телеграм-канале, поэтому если кто-то захочет со мной поработать, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, скоро расскажу вам про поступление. Вроде всё сказала. Всех люблю, всем удачи, и всем пока!